Ребята, всем привет! Мы с Алексей остались вдвоем дома. Таисия у бабушки, поэтому у меня сейчас есть время поездить по магазинам. Не знаю, поеду ли я смотреть какие-то вещи, но в продуктовый зайду точно. Покажу вам, что купила, так что желаю вам приятного просмотра. Поеду, потому что ребенок начинает плакать, а так вот она быстрее уйти. Мы вернулись домой, я поставила камеру немножко выше, чем обычно, и сейчас покажу, что купили, и затем чек. Значит, на скидке взяла вот такие вот шоколадные конфеты. Дальше. Помидорки черри, чай с пенхелем в две упаковки. Я уже купила смесь для того, чтобы попробовать с Алексей, но она почему-то отказалась есть уже на протяжении двух дней, поэтому, чтобы повысить немного лактацию, пришлось покупать чай. Чеснок, брокколи. Буду вводить прикорм уже, потому что 4 месяца исполнилось, пора давать. Овощи и фрукты. Две бутылки масла подсолнечного, рис, яйца. Две упаковки влажных салфеток. Они здесь по 30 штук. Их очень удобно с собой брать, чтобы не таскать большую пачку. Если куда-то ехать с ребенка, можно вот такие вот маленькие упаковочки брать. Очень удобно. Мало места занимает и хватает надолго. Дальше. Соль. Шоколадка. О, ва, молтин. Попробовала, очень понравилась, поэтому решила взять в большом размере. Дальше. Это гвоздика молотая. Лук. Шалот. Две упаковки пудры. Как он по-русски правильно? Миндаль. Миндаля. Дальше. Бананы. И лимон. Ко второй сумке. Здесь у нас пицца. Это я взяла сегодня на обед, потому что некогда готовить. И у нас отключили воду на целых 3 часа, поэтому придется есть такое. Две упаковки сливок. Они были по предложению. Дальше. Два малиновых и два клубничных лоберта. Следующие. Яблоки. Тесто слоеное. Бульон овощной. Ветчина. Креветки. Тоже были по предложению. Замороженные овощи. Это горошек и морковка. Два упаковки. По предложению был также сыр. Он уже натертый. И здесь 4 упаковки по 130 грамм. По предложению также было масло. Его никогда не бывает много, поэтому взяла 3. И еще в этой сумке у меня вот такой вот лоток с двумя курицами. Тоже был по предложению. В этот раз тоже было очень много одежды на скидке, поэтому набрала здесь и Таиси, и на подарки. В общем, тут по 2-5 франков штанишки такие. Быстро покажу. Еще одни джинсы детские. Дальше вот такая вот кофточка с ягодками тоже взяла. Для племянника. Вот такой вот пола. Это все натуральный хлопок, поэтому хорошее качество. Дальше Алексей взяла вот такой вот пляжный костюм. Потому что, ну, все-таки она поменьше, чем Алексей, поэтому ей нужна большая защита от солнечных лучей. И Таисия взяла вот такой вот купальник. Единственный, который был ее размера, синий. У нее почему-то все темные купальники оказываются. Дальше. По предложению также 2 вот таких упаковки. Здесь хлеб с шоколадом, а здесь круассаны на завтрак. Хлеб. Вот такой бульон. Он был на 50-ти процентной скидке, хотя дата у него до июля 2020 года стоит. Паста зубная. Два дезодоранта. Гель для душа. Дальше купила ботат, чтобы начинать именно с него прикорм. Таисия начинала с морковки или с картошки. Ну, вот посмотрела, что очень полезно деткам давать ботат. Поэтому взяла. Ну, и остатки можно будет самим тоже кушать вкусно. Вот такие я взяла хлопья Несквик. Давно ничего подобного не брали. Оно не очень полезное, наверное, потому что много сахара. Но здесь с буквечками иногда все-таки вместо полдника можно что-то такое давать. Еще вот такой вот суп в чашке тоже на 50-ти процентной скидке, хотя срок годности у него, если я не ошибаюсь, до мая. И также взяла вот такие вот макаронные зверюшки для Таисии. Все. И последняя сумка. В ней в основном бытовая химия, но попался салат. Дальше купила вот такую вот игру. Надо будет почитать правила. Тут что-то со льдом связано на время. Тоже можно играть до 4-х человек и возрастом от 8 лет до 99 на 30 минут. Она стоила 35 почти. Я ее купила за 5. Посмотрю. Вот так она выглядит. Вот. Почитаем правила, потом разберемся. Здесь у меня апельсины. Просто сумочки вот эти для овощей и фруктов. И бытовая химия. Один детский оплачиватель. Два для взрослых. Вот такие вот от Ленор тоже были на скидке. И пудра для посудомойки тоже была на скидке, поэтому взяла. И сейчас покажу габаритные покупки. Их всего несколько. Ну просто мне не очень удобно их поднимать. Картошка. Специальная для пюре или для агротана. Дальше был по предложению сахар. На 50% скидке вместо 10 франков 5 за 10 килограмм. Поэтому взяла. И здесь молоко. 12 упаковок по литру на скидке где-то 40%, если я не ошибаюсь. Вот так что взяла. Да, оно у нас в ходу. Будем теперь пить. Пиздецек. Я обычно хожу в магазин со списком, потому что так намного удобнее. Но если что-то там на акции, то, конечно, оно попадает в корзину автоматически. Если оно нужно. Вот. И здесь в конце написаны скидки, которые были. Если, например, берешь 2 продукта, получаешь 30% скидку и так далее. 220 франков 30 центов получилась общая стоимость. И также здесь написано, что экономия составила 195 франков 5 центов. Так что неплохо совсем. Так что неплохо совсем.